Праздничные дни Праздничные дни Праздничные дни Праздничные дни Праздничные дни и Курбан Байрам, он также имеет общий корень для всех аврамических религий. И, в принципе, те, кто не знакомы, вы, наверное, если откроете Библию, откроете священный Коран, вы прочитаете одну и ту же историю, когда Абрам, наш общий пророк, посланник, должен был принести в жертву своего сына, но при этом Всевышний смилостился и, не желая человеческой жертвы, даровал животных, которые сегодня, мусульмане, чтя эту традицию, совершают обряд жертвоприношения, и только из гуманных ценностей, потому что, как вы знаете, основной замысел, наверное, этого, это для того, чтобы поделиться с нуждающимися людьми, сиротами, и, естественно, как-то разделить праздник такого с представителями разных наших традиций, культурой, религий, и стараться как-то быть ближе друг к другу. В этом году Советом Муфтиев России было пройдено очень много различных акций, не только для мусульманской общины, но и в целом для всех наших, мы уважаемых представителей разных религий, и я хочу отметить, что вот всегда даже часть жертвенного животного жертвуется в пользу нуждающихся людей, в первую очередь из числа соседей, а мы национально-многорелигиозная страна, и, безусловно, мы стараемся сегодня поделиться своими соседями, своими близкими, вот нашей как бы радостью, возможностью. Также эта помощь и поддержка, помимо жертвенных животных, покупаются подарки, различные продуктовые наборы для того, чтобы съездить в детские дома, в дома сирот, помочь им, разделить чувства нашей радости праздника, и как-то приукрасить сегодня нашу обыденную, можно сказать, жизнь, и таким образом, наверное, праздник, он всегда дает возможность как можно ближе познать традиции, обычаи тех или иных народов, которые проживают на территории нашей страны. И вот именно почему мне нравится больше слово «добрососедство», наверное, в нем и отражаются вот эти наши традиции. Ну и, конечно, вот, в принципе, мы задумывались, а как, наверное, популяризировать или дать правильное понимание этого праздника. Ну вот, если вы помните, два года назад, к сожалению, не без помощи средств массовой информации, праздник был чуть-чуть омрачен для мусульман, и когда показывали вот эти сюжеты, когда говорили, вот, мусульмане там во дворах приносят жертвы на животных, конечно, мы к этому никогда не призывали и не будем призывать, так как для этого есть специально отведенные места, но праздник был как бы испорчен, я хочу сказать, и вот был такой негатив, к сожалению, в массах. И сегодня, наверное, православные верующие не придут в мечеть слушать проповеди имамов и муфти, где мы призываем добру к миру, к добрососедству. Наверное, мусульмане верующие тоже не придут ни в православный храм, ни в синагогу для того, чтобы послушать проповеди священнослужителей. Наверное, нужна какая-то общая площадка, которая бы смогла собрать представителей разных народов, представителей разных религий, и в какой-то мере через культуру, потому что у каждого народа есть очень богатая культура, традиции, постараться познакомиться, да, и приблизиться друг к другу. И вот, наверное, вот это мероприятие, которое мы впервые проводим на такой серьезной площадке, наверное, главной площадке нашей страны, это Государственный Кремлевский дворец, потому что подобного рода мероприятия проходили на разных площадках Москвы, но, наверное, там была очень такая, знаете, как сказать, ну, наверное, не такая большая аудитория, в основном это представители мусульманских народов. Здесь же, наверное, наша задача стоит в том, чтобы пригласить, и мы с своей стороны пригласили представителей наших традиционных религий, а также есть желание и возможность у кого угодно прийти и приобщиться вот к тем народным, наверное, достижениям, творчествам, которые сегодня имеют мусульманские народы, которые будут петь исключительно добрые песни. О добре, о мире, о согласии, восхваляя при этом Всевышнего. Вот подобного рода мероприятия, и почему именно мы, наверное, как религиозная организация, также участвуем в соорганизаторстве данного мероприятия, на наш взгляд, наверное, сегодня вот это можно было бы таким образом как-то побольше приблизить и рассказать о тех достижениях в творчестве, в культуре наших народов, которые сегодня, безусловно, ведут очень большую работу. И Священный Коран именно к этому и призывает. Всевышний Творец, создав нас разными народами, он сказал, что я вас создал разными племенами и народами для того, чтобы вы познавали друг друга. И, в принципе, на наш взгляд, это тоже является одним из мероприятий, когда можно было бы узнать о культуре, о традициях народов, с кем мы проживаем. Ведь мы национальная и многолюгиозная страна, и сегодня для нас весьма важно, когда в мире происходят такие напряженные отношения, и в том числе у нас в России, когда пытаются преподнести бытовые конфликты и придать им некую национальную окраску, это очень опасное явление. И, соответственно, наша задача сегодня, ну, наверное, показать то добро, с которым приходят, с которым живут наши народы на нашей многообъятной такой большой стране. И, в свою очередь, мы надеемся, что данное мероприятие, оно послужит именно таким мероприятием, которое послужит, в свою очередь, неким таким объединяющим и консолидирующим наши народности, и, в свою очередь, позволит нам поближе узнать друг друга и, конечно же, пропагандировать добро и мир в нашем национальном многолюбережной стране. Поэтому, на наш взгляд, вот то, что мы смогли совместно, я думаю, вы увидите уже непосредственно в день мероприятия, увидеть столь такое красивое торжество, где будут представлены наши многоглажаемые народные, заслуженные артисты совершенно разных республик. Помимо всего, мы пригласили и зарубежных участников, которые, кстати, этот жанр, песнопения мусульманских, песнопения очень активно развиты в мусульманском мире. К нам приедут гости из Индонезии, из Турции, из Исламской республики Иран. И, в свою очередь, вот будет такое интересное мероприятие, которое, я думаю, послужит также укреплению наших отношений, межнациональных и межзагиозных отношений в нашей стране. Тем более, как я уже отметил, все это совпало именно в два праздника, Дня народного единства и Дня толерантности, который будет отмечаться 16 ноября. А что будут петь бурановские бабушки? Бурановские бабушки тоже будут петь очень интересную песню. Насколько мне известно, открою небольшой секрет, на трех языках они будут исполнить. На двух. В этом концерте на двух. На удмуртском, на своем родном языке, ну и также они записали специальную песню и на татарском языке. Но более подробно по этому поводу скажет, наверное, на Илья Афотехова, как раз являющийся руководителем продюсерского центра, кто непосредственно взаимодействовал и привлек их также на наше мероприятие. Поэтому я, наверное, заключаю себе такое вступительное слово. Хотел бы всех искренне пригласить. И, в свою очередь, на наш взгляд, вот еще так же это все должен образом осветить, для того, чтобы сегодня мы старались познать друг друга, к чему призывает нас и священный писатель. Спасибо.